Ну, в общем, жаба, нам с тобой еще лезть и лезть. Глава третья. Солнцестояние. Ммм, водные очки. Тут что-то нет. О, что-то да. Журнал наблюдения. 12 октав и 1 терция после отлива. Вот и настоящее приключение. Ну ладно, знаю, мы только-только выступили, идем по всем известным маршрутам. Но для меня это целое событие, не могу перестать улыбаться. Похоже, мне было это нужно, ощущать камни ладонями, испытать что-то необычное, прийти в движение. Я уже лучше знаю своих спутников, хоть и обсуждаемо в основном то, как добраться до точки встречи с другими участниками экспедиции. Сол так же стар, как молода Метта, но эти двое поладили в мгновение ока. Думаю, наш смех слышен даже внизу, на соляной равнине. Сол отправился в это путешествие, чтобы попытаться вернуть прошлое, а Метта хочет спасти мир будущего. А что до меня? Если я доберусь до места живой, я буду счастлива. Это первый раз, когда я смелюсь покинуть родной дом, ну по-настоящему, без родителей. Но я всегда мечтал об этом, о невероятных приключениях, о домом порту, который станет моим домом, где угодно, только бы не в низководье. Я никогда не чувствовал там себя своей, может быть я и не очень-то и старалась вписаться, только и делала, что мечтала о прекрасных далях. Но что меня ждет в низководье? Пустые дома, да вопросы без ответов. Давно пора бы было попробовать что-то другое. Мы с Меттой лазаем по скалам, только если не остается другого выбора. Перед каждым плащком над бездной, с одной только веревкой вокруг пояса, у нас поджилки трясутся. Но мы подбадриваем и поддерживаем друг друга. Для Сола все совсем иначе. Он удивительно легко прокладывает маршрут. Он рассказал нам, как в детстве вместе с родителями карабкался по скалам, где они собирали водоросли. Это было до отлива, совсем другая эпоха. С тех пор, как он наблюдал, как засуха медленно превращает башни в пустыню. Сол напоминает мне моряков из старых историй. Людей, которые всю жизнь провели на воде и не могут привыкнуть к неподвижности башни. Да, походка у Сола неуклюжая и в детстве здорово нас пугала, но по скалам и карабкался проворно, словно завр. Кстати, я пробовала вырезать этого зверка, зверка ба, бьянка. Ну и где ты его пробовала вырезать? Ты хоть бы поставила? Нет? Может я не вижу? Она его вырезала и с собой утащила. Это ладно. А тут? Опять камни. Туда не пройти, сюда не пройти. Туда я могу съехать по веревке. Здесь. Здесь вроде все. Здрасте, мы прибыли. Куда мы прибыли? О, птицы. О, они здесь желтые. Да, там же были белые, по-моему. Или это у меня глюки уже какие-то. Ну, а что, допрыгнуешь, что ли? А, двойным прыжком. А, двойным прыжком. Хорошо. А сюда? Здесь что-то есть тут? А тут? А тут ничего нету. Угу. Удыхаем. Страхуемся и дальше. Бодрость падает быстрее, когда вы находитесь на... Ну и что я могу сделать? Дождаться ночи, что ли? Ну, эх, куда? Ага, цветок. Корни взыхают на солнце и через некоторое время исчезают. О-о-о-о. Понятно. Надо не... По-быстрому, да? Резину не тянуть. Ой. А дальше? Отдохни. Отдохни. Давай, давай, чуть-чуть осталось. О-о-о. Ну, давай. Давай. Давай, 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 давай. Молодец. Да. Ну, вот там что-то есть явно, да? Ну и здесь же тоже. Чего-то. Чего-то. Чего-то есть. Опять эта путешественница. Журнал наблюдений 12 октав и 2 секунды после отлива. Мы это сделали. Я совершенно вымоталась, но мы пришли в Овми и присоединились к экспедиции. Нас набралось не так много, лишь горстка. Посмотрите, какая бедняжка бледная. Она дрожит, как швейная машинка. Я почувствовал себя так далеко от дома, но они хотели скорее подбодрить меня, а не обидеть. Они признали и оценили мои усилия. Я слишком выдохлась, чтобы ответить, но во мне появилось новое чувство. Гордость. Гордость за то, что я забралась так далеко. Все еще пытаясь отдышаться, я глядела в наш маленький отряд. Все здесь оставили старую жизнь позади ради этой экспедиции. В их глазах горело желание все изменить. И я была одна из них. Я была среди них. Одного этого мне хватило, чтобы ко мне вернулись силы. Арла и Бека, последние фермеры в этих краях, с распростертыми объятиями, встретили нас на своей выжженной солнцем ферме. Их переполняли эмоции. Атмосфера была волнующей. Именно они организовали экспедицию. Арла и Бека всю жизнь боролись с засухой, но безуспешно. Сейчас на скалах уже ничего не растет. Как они говорят на своем смешном диалекте, ни травиночки тут, а в этих полях уже не растет. Надеюсь, я не слишком плохо передаю речь с высотных полей. Потом Бека рассказала нам об их безумном плане. Отправиться к облакам, чтобы найти воду в небе. После этих слов начались негромкие обсуждения. Говорили о том, насколько план выполним, как лучше его осуществить, какие выбрать пути, и от каких лучше держаться подальше. Арла и Бека хотят найти пузырей, огромных, сделанных из воды существ, которые живут в облаках. Пузыри это детские сказки, так и думал до того, как отправилась в это путешествие. Они последняя надежда Арла и Беки, и я тоже начинаю верить в этих созданий. Шанс спасти башню есть, и сделать это предстоит нам. Но похоже, у них не удалось. Им не удалось. Ничего. Что-то пошло не так. О, еще что-то. Уйти отсюда. Это ваше решение? Как по мне, бежать из башни это бред, как будто засуха сама пройдет, пока нас не будет. Бросить поля наших предков, чтобы толпиться вокруг лужи посредине великой равнины? А потом что? Когда ваш оазис высохнет, куда мы пойдем? Нет уж, не думая, что так мы решим эту проблему. Как по мне, есть варианты получше. Что насчет пузырей? Они вырезаны на стенах, куда не посмотри. Габ говорит, что они есть даже на старых картинах, и здесь о них многие говорят. Кто-то даже считает, что это они украли нашу воду. Надо это проверить, разве ж нет? Надо пойти к ним в облака и все выяснить. Может быть там найдется решение, а может и нет. Но вот уж где его точно не найти, так это на вашей равнине. Больше мне сказать нечего. Да ладно тебе, Арла, облачные гиганты, серьезно, это всего лишь сказки. Разумнее всего плыть по течению, а оно сейчас стремится вниз. Нам бы дали источник, да, он посреди равнины, но это наша последняя надежда, наше будущее. Было бы здорово, если бы вы там в облаках смогли это понять. Лезем быстро, да, я так понимаю, пока они не засохли. Они засохли Что-то как-то Совсем А еще раз такой номер пройдет? Ага Да нет, надо человек это через низ же Да е-мое Ну что ты будешь делать? Что ж ты так паршиво лезешь-то, а? Давай, 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 давай А шоу, а дальше-то как? Так, отдыхаем, раз Эту штуку два А может я Да то я не достаю, да? Сюда не зацепиться, туда нет Так, хорошо Может я могу раскачаться? Ммм? Ммм? Не, ну это слишком Какая-то маленькая Траектория Может быть так Так она же чё, сразу Понятно Так а мне вверх или... Мне вниз. А чё я тогда вообще парюсь? А зачем мне тогда эти цветы? Если вниз. Я могу просто вниз спуститься. Да и всё. Правильно? Спасибо за эликсир. Так. Ну тут просто камешек. Ладно. А здесь вот эти цветы. А они тоже завянут? Или нет? Вот. Наверх, наверх надо. Ну. Эй. Ахахаха! Хорошо. Ой, хорошо так. И что? И что теперь? О, ладно. Ползём дальше. Так, отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. А, так я же добрался хоть куда-то. Ну, тут вариантов никаких. Сначала вниз, да, скорее всего, надо. Наверняка надо вниз зачем-то. Или я там потом спущусь. Да я и здесь могу спуститься. Свинья побежала. У свиньи всё хорошо, я так понимаю. А тут темно и страшно. Всё, назад. Ну, назад. Или он туда не достанет? Не достанет сейчас отсюда, да? Хорошо, но у меня есть план Б. Цветочек. Вот так. Класс. Живой лифт. Тут записок нет никаких. И ничего вроде бы нет. Туда мне уже, наверное, не надо. Пойдём сюда. По лестнице. Чё-то там. Вот. Раз, два и наверху, да? Да. Хорошо. У нас здесь ничего. Какая-то мозаика. А, это бассейн был. О! 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 Какие ящерицы. Ага, тут куда-то надо лезть, да? Видимо, вон. Ага, втолкнул. А это еще такое. Ой, живые камни. Ну. Во. Прикольно. Ну, отдохни, отдохни, не стани. Так. Так, а дальше? Что-то, как... Э? А-а-а. Давай еще немножко сюда. Здесь прицепим. И, наверное, просто вниз опустимся, да? Да и все. Сюда. Ну, вот. Тут цветок, который надо будет разбудить. И записка. Журнал наблюдений. 12 октав и 1 квинта после отлива. Сверху спускается так много людей. Чувствую себя рыбой, плывущей против течения, прямо как в рассказах. До отлива мы поднимались и спускались вместе с водой. Я помню, как старые реки отписывали огромные волны, которые загоняли людей на гору с каждым приливом. Эти моряки никогда не видели океан, они просто повторяли то, что слышали в детстве стоих стариков. Но ведь должна быть в этих историях капля правды. Океан питает утесы, а утесы, в свою очередь, питает всю башню. В любом случае, жители низководья решили довериться историям и ушли на поиски океана. Меня тоже отдалевали сомнения, должны ли мы искать потерянную воду. В каком-то смысле да, но не идя за течением. Теперь благодаря Арла и Бекке у меня есть ответ. Нужно идти к источнику. Мы разделили место в тени с мужчиной по имени Зои. Он направляется вниз, на равнину, и пытался убедить нас пойти с ним. Зачем оставаться? Он никак не мог понять, почему мы не уходим со всеми. Ничего нельзя из этих полей. Земля — это ничего не стоит. Он набрал в кулак пыль и показал нам в качестве доказательства. Зои продолжал в том же духе, пока мы сидели, затянувшись на солнце, боясь идти дальше под пылящим солнцем. Я отказываюсь верить его словам. С тех пор, как мы отправились в путь, я как будто открываю башню заново, будто прежде я никогда не видела и не слышала. Чем выше мы поднимаемся, тем сильнее меняется мое мироощущение. Уверена, мы на верном пути. Бьянка. Бьянка. А тут даже не одна свиняка. Целый свинарник. Так, так. Все выше и выше и выше. Только непонятно, куда мне надо. Там была какая-то... И здесь, и сюда, и... И туда, и сюда, и везде, и кругом. О, объявление. Тому, кто забыл в столовой булочку с карамелью, ее съели. Это все я, прости, но я ничем не жалею, тут все равно никого не осталось. Касс. Сада, как дела? Есть ли у нас работенка? Заказов все меньше, дела в канатной мастерской идет слишком вяло, как по мне. Мне уже становится скучно, я повторила все свои узлы, даже бухгалтерию посчитала, которая много циклов откладывала. А Ульф протер все механизмы, но теперь нам вообще ничем заняться. А бездельничать мы не умеем. Здорово, что в башне еще кто-то остался. Сада ушел за океаном, присоединился к общему потоку, как и все остальные. Не знаю, что они надеются идти в пустыне, как будто там солнце вдруг сдвинется с места. Канаты нам вряд ли понадобятся, но будем рады видеть вас в гостях. В гости, да, в любой сон. Вот увидите, вы скоро привыкнете к безделью, но нас оно вполне устраивает. Так остается больше времени для друг друга. Касс. Мешки какие-то, камни. О, там опять такая штука. Ну, штука-то есть, а как-то попасть. Как-то надо что-то обойти. Где-то здесь что-то было. Туда наверх, видимо. Ага, сюда. Я думаю, как же допрыгнуть-то, а не допрыгнет никак. Просто надо обойти. И все. И все. Сюда, что ли? Наверное, здесь надо закрепить где-то. Что-то мне кажется, он не допрыгнет. Она, он никак не допрыгнет. Ну, допрыгнул. А теперь надо, наверное, за камень цепляться, за эти движущиеся камни, и они меня куда-то понесут. Куда-то понесут. Ну, поехали ко мне. Что-то камень устал, по-моему. Куда-то камень устал, по-моему. Так, спокойно. А дальше? А-а-а. 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 Вдохни немножко. А-а-а. А-а-а. А-а-а-а. А-а-а. Все. Ну, это хорошо. А дальше? Ну, ладно. Предположим, сюда. Может, надо перепрыгнуть вон туда? Что-то не похоже. Не появляется буковка. Наверх. Наверх некуда. Или на... На мельниц. Вот сюда, может быть. Может, здесь можно зацепиться за крыло? Может, и можно, да. Может, и нет. И что? А может, вниз? Вот так вот. Непонятно тоже, куда, зачем. Давай, 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 давай. Во. Отдыхаем. Кряхтит так. Что, туда запрыгнешь, что ли? Серьезно? Нет, несерьезно. Не допрыгнет. Но можно раскачаться. Скорее всего. Аплодисменты. То, там, что ли? Крошу. Отдыхаем. Ну... Отдыхаем. До свидания. Крошу. Крошу. фух апреле отдохнуть нельзя двигаемся куда можно куда-куда понятно тоже бритку время вышло сюда видимо здесь шуткат да да такие страдания здесь ничего нет какой-то то ли дерево то ли статуя такое слушай свое сердце и доверяй чутью это все что я могу тебе сказать иди если дорога зовет тебя я останусь я уже стар здесь мои корни хочу что мои дни мирно закончили здесь на моей земле прощай я желаю тебе только хорошего я буду приходить к старому дереву как можно дольше и хранить воспоминания тебе как самое дорогое сокровище мне будет грустно на меня утешит мысль что ты живешь своей жизнью где-то там вдалеке мой крошечный цветок растущий в пустыне ох дедушка мне тоже будет грустно без тебя мне уже грустно мне уже грустно мама говорит что мы вернемся когда солнцу будет угодно но я в это не верю если бы солнце это было угодно мы сейчас бы не пытались запихать весь дом мешки из муки из-под муки видимо говоря вода в пустынях пустынных ручьях вонючая по крайней мере томи так говорит она там уже было чтобы найти там место для всех своих животных а теперь возвращается с нами дядюшка говорит что если ты передумаешь что ты знаешь где нас найти он не хочет описать говорит что ты расстроил маму и что мне тоже не следует тебя писать я люблю тебя не хочу уходить но мы все равно уходим так что прощает дедушка с чего тут у нас есть черта свистного а растение на то растение я знаю ты же оба не свести ничего это полезно поболеть для развития иммунитета ох тут ничего не не видать я возле такой штуки был но наверное не возле этой я бы не хотел потом назад возвращаться а может возле этой привет привет я пойду посмотрю хотя они же одинаковые они там была другая там была другая это как пропустил что ли ну ладно но это что-то ничего не делать на просто крутится да типа какую-то историю рассказывает или какую-то картинку показывает внятную когда останавливается хрен пойми что накануне нарисовано ну все ну все все пропало здрасте здрасте всем что не знаю пшеницу до убирают сирпами наверно ты все что здесь нарисованы ну прекрасно что такое а растение понятно давай же образ расти цветок и поехал так теперь надо вспоминать как это делается очень удобно было будем опять растить о лифт поехали вот ванной. Ух! Да... Ну, красиво. Вот нереалистичная совсем графика, да? Выглядит здорово. Обычно же мы стремимся к реализму. Реализму? О, живые камушки. Я теперь знаю, как мне дальше быть. Сюда никак. Так, а куда мне вообще надо бы... Сейчас жабу спросим. Она у нас грамотная. Ну, туда. Ну, давайте ко мне. Кто тут следующий? Поехали. Камень устал меня везти. Ну, я тут так не прорезу. Мне надо направо куда-то... Да ладно. У-у-у-у. Вот это я удачно застраховался. И что дальше теперь? А, ну, нормально. Что за хрустного? Это не это. Это жаба обосралась от страха. Привет, Бен. У-у-у. Спасибо. Ну, а что ты не хочешь? Давай куда-нибудь уже. А, он уже устал у меня. Ай-яй-яй. У-у-у. 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 По-моему, надо страховку сделать, прежде чем так развлекаться и отдохнуть. Ой, 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 ой. По-моему, я не долезу, да? Я не туда хочу, куда ты меня везёшь? Камень. Фух. Практически из последних сил. Надеюсь, я попал туда, куда нужно. Камень. 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 Человек. Человек. Какие. Продолжение следует...